Единая дежурно-диспетчерская служба берет свое начало еще в 2002 году, когда в Ленинском районе был создан отдел дежурная служба главы района. С тех пор объем работы существенно вырос, и в 2015 году ЕДДС получила свое нынешнее название. Тогда же для организации удобного вызова оперативных служб по принципу одного окна заработал и телефонный номер 112. Больше нет необходимости набирать привычные 01020304. Можно сразу позвонить на 112, рассказать о своей ситуации, и высоко квалифицированные сотрудники помогут скоординировать дальнейшие действия. Здравствуйте, оператор 112 Ленинского муниципального района. Колосок, слушаю вас. Что случилось? Главными героями единой дежурно-диспетчерской службы можно без преувеличения назвать операторов, принимающих экстренные звонки. Как правило, это выдержанные стрессоустойчивые люди с навыками работы в сложных жизненных ситуациях. Это грамотные, ответственные люди, которые прошли подготовку в учебном центре МЧС России в Звенигороде. Кроме этого, они имеют большой богатый жизненный опыт, прошли службы в вооруженных силах, в полиции. Операторы знают, что за каждым звонком человек, который нуждается в помощи, и решительно действует в ситуации, когда счет идет на секунды и медлить нельзя. У нас нет такой ситуации, когда автоматический автоинформатор говорит, что ваш вызов очень важен для нас, и ответ будет через 2, 3, 5, 10 минут. У нас это максимум 8 секунд. В единой дежурно-диспетчерской службе идут в ногу со временем и постоянно совершенствуют навыки работы. Одно из последних нововведений – использование систем геолокации, позволяющих определить географические координаты позвонившего человека. В прошлом сезоне очень много людей отправилось за грибами, и много было у нас потеряющих, так называемых. Благодаря тому, что у нас в системе есть такая функция позиционирования, мы могли определять место, примерно местоположение людей, которые потерялись. И своевременным действием всех служб, особенно службы «Лиза Алерт», удалось, скажем так, до наступления следующих суток, людей отыскать, найти их в лесу и привезти домой. Кроме того, с лета 2017 года обратиться в единую службу экстренной помощи можно не только по телефону, но и через мобильное приложение системы 112 в Московской области. Начало работу мобильное приложение 112, то есть люди с ограниченными возможностями по слуху, по голосу, могут, зайдя в это приложение, точно так же обратиться за помощью в систему 112. Для контроля за качеством работы в единой дежурно-диспетчерской службе ежедневно проводятся совещания, на которых подробно разбираются ситуации сзади. При необходимости осуществляется и дальнейшая координация некоторых сложных случаев. Также в своей работе сотрудники ЕДДС активно используют информацию, полученную благодаря программе «Безопасный город». Реализуется программа «Безопасный город», которая позволяет в режиме реального времени отслеживать и фиксировать различные правонарушения, происшествия, которые могут происходить в местах массового пользования, школах, детских садах, на оживленных улицах и других местах. Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского района работает в круглосуточном режиме. В какое бы время не поступил звонок, помощь обязательно будет оказана. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошелева. Видное ТВ.